Социальная защита, поддержка и развитие бизнеса. По сообщению Акима-Денисовского района Бахета-Нургалиева, повышение качества трудоустроенных жителей числом обеспеченных граждан приоритетная задача. Среднемесячная заработная плата по сравнению с прошлым годом возросла на более чем 20%. Также в районе уделяется особое внимание развитию образования, здравоохранения, культуры и спорта. Продолжается капитальный и текущий ремонт школ, объектов культуры и здравоохранения. Подробности. Как известно, малый и средний бизнес – это драйвер экономики. В Денисовском районе, по сообщению Бахета-Нургалиева, зарегистрировано 666 субъектов МСБ. Из них действующих 618. Все они имеют возможность получить поддержку в виде субсидий и выгодных кредитов. Помощь оказывают в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 год. Индивидуальным предпринимателям Албол Касымовым подан пакет документов в Банк-центр кредитно-инвестиционные цели в сумму 3,5 миллиона тенге. В рамках программы порфельного субсидирования и гарантирования. На постоянной основе проводятся консультации среди предпринимателей касательно условий кредитования, а также информационные материалы размещены на официальном сайте Акимата района в социальных сетях. Уделяют внимание в районе и социальной сфере. На учете в отделе занятости состоит 64 семьи. Их доходы не превышают черту бедности. Государственная адресная социальная помощь выплачена на сумму 15 миллионов тенге. В рамках реализации первого направления программы занятости на краткосрочные курсы направлено 23 человека, а освоено 571 тысяча тенге. Трудоустроено на социальные рабочие места 19 человек. На молодежную практику направлено 7. На сумму 2 миллиона тенге. Из 405 человек, обратившихся в центр занятости, трудоустроено на сегодняшний день 339 человек или 83,7%. На общественные работы направлено 52 человека. Уровень зарегистрированной безработницы в районе составил 1%. Предприятиями всех форм собственности создано 339 новых рабочих мест. В районе 452 человека с инвалидностью. Из них 44 ребенка. Из общего числа 100 трудоспособных инвалидов 80 трудоустроены. С начала года различными видами социальной реабилитации охвачено 85 инвалидов. Также в районе уделяется особое внимание развитию образования, здравоохранения, культуры и спорта. Для укрепления материально-технической базы объектов образования выделено 8 миллионов тенге. На приобретение кабинета химии для Денисовской общеобразовательной школы номер один. Проводятся текущие ремонты четырех школ района на общую сумму более 61 миллиона тенге. На финансирование объектов культуры и спорта выделено из бюджета более 467 миллионов тенге. В рамках программы «Аул Ель БСЭГ» продолжается капитальный ремонт здания Денисовской централизованной библиотечной системы. Службы здравоохранения района своевременно проводятся скрининговые обследования по выявлению ряда социально значимых заболеваний. В результате несколько возросла заболеваемость туберкулеза по сравнению с прошлым годом на 2,4 раза, составила 45,5 на 100 тысяч жителей. Младенческая смертность на тысячи, родившиеся живыми, составила 36,1 или 3 случая. Материнской смертности не зарегистрировано. Для решения вопроса дефицита кадров выдаются кредиты и подъемные пособия прибывающих специалистам. Так, в рамках программы реализации мер социальной поддержки специалистов в социальной сфере сельских населенных пунктов, с начала года выплачено бюджетных кредитов трём специалистам на сумму более 13 миллионов тенге. Из них один специалист в сфере здравоохранения, два специалиста в сфере образования. Следят в Денисовском районе за ценами на социально значимые товары. В рамках их стабилизации заключены договоры САО НК СПК ТАБОЛ по закупу со стабилизационного фонда яйца, макарон, гречки, риса, сахара, подсолнечного масла и муки. Район активно участвует в проведении сельскохозяйственных ярмарок. Проведено 8 ярмарок, на которых реализована сельскохозяйственная продукция на общую сумму более 7 миллионов тенге. Владислав Увальщенко, Руслан Жабаев, Селеканал, Костанай.